приветик всем снимаю видео о косметичке на октябрь не спросите как у ира какой сегодня уже число ты все с косметичкой на октябрь на этом это не так принципиально раньше у меня не было возможности снять этот ролик в общем давайте смотреть что же отобрала на октябрь все буду собирать свою любимую косметичку от лореаль которую я получила как-то в подарок в подружке из того что из раза в раз переходит и на что смотреть собственно говоря нечего это мой огрызок каяло отель коррозон для глаз не версия крема али лифт от шанель под глаза тушек лаутов сен лоран в оттенке номер два кисть для метеоритов миниатюрка тени почему миниатюрка полноценная версия однушка теней от essence в оттенке 08 априкота вот такое вот большое окошко здесь образовалась у никак и не приклею эту крышку все намотается у меня туда-сюда и пудра от make up forever вот это вот мини версия уже закрепляю консилер под глазами именно вот этой вот пудры очень нравится когда нам не закончится я пойду и конечно куплю себе наверное ну мини версии по моему там есть можно купить кажется за 1000 рублей я наверно приобрету что еще из того что остается я не знаю уж как так получилось и в чем дело но никак не хочет заканчиваться вот это вот тушь трансформер от oriflame из линейки the one вот и не сохнет и все нормально и красит хорошо и эффект мне нравится от этой туши и удлиняет и подкручивает и объем придает и в то вот она служит уже наверно мне третий месяц и все никак не засыхает это какой-то не знаю чем это связано но в общем пока она служит я конечно буду ей пользоваться и как я уже в прошлой косметичке показывала и в общем-то как только она подсохнет я сразу же возьмусь за тушь volum art от faberlic если говорить о выводах прошлой косметички я попробовала тональную основу от make up forever ultra hd у меня вот такая вот мини версия оттенок 117 или yellow 225 в общем это я так понимаю желтоватым желтоватый потом у этой тональной основы оттенок мне подошел тональная основа неплохая но мне кажется что к этой тональной основе можно подходить только если кожа в идеальном состоянии если кожа идеально увлажнена потому что тональная основа подчеркивает шелушение особенно на крыльях носа и даже использование праймера не сильно улучшает ситуацию вот это конечно напрягает впора не проваливается в общем-то ну вот шелушение подчеркивать может в целом я могу сказать что если бы эта тональная основа стоила рублей 300 я бы сказала окей надо брать хорошая тональная основа но учитывая ее стоимость могло быть и получше конечно в общем-то покупать полноценную версию я не буду еще что остается у меня так сбилась что касается выводов подставлю баночку чтобы удобно показывать я заново для себя открыла хайлайтер мэри луминайзер вот честное слово открыла для себя его заново в чем дело дело все в то дело в способе нанесения как обычно нас учат мастера макияжа у меня вот такая вот кисть от сифоры номер 42 так называемая так называемая факельная кисть как нас обычно учат но я просто для примера взяла вот эту вот кисть вы сами понимаете что она может быть другой формы вот так вот мазнул чуть-чуть обстучал и нанес я раньше так и делал что в итоге я видела этот хайлайтер чрезвычайно блестящие он очень красив на загорелой коже он хорош вечернем макияже но для дневного макияжа это перебор вот честно что делаю я я этот способ посмотрела на ютюбе не знаю кто нибудь видел не видел это видео но не важно в общем я беру кисть и старательно старательно ввозюкаю вот так вот по рефилу стараясь чтобы кисть полностью пропиталась пигментом этого хайлайтера потом тщательно обстукиваю вот так вот об махровую салфетку так что махровая салфетка вся становится грязной от этого хайлайтер и только после этого наношу уже на зону на скулу в общем нашу хайлайтер как и положено да что в итоге в итоге такой способ нанесения превращает вот это вот праздничную блестяшку мэри лу супер деликатный дневной хайлайтер очень пригодные для носки в дневное время на работу ну как угодно в общем да и кроме того бонус для бьюти маньяков это существенно увеличивается расход продукта точно таким же способом я наношу бронзеры в этот раз я отбираю убираем отсюда в этот раз я отобрала бронзер от в этом в аут видно не хочет никак фокусировать номер 740 бикини контест вот так вот он выглядит точно так же плотно плотно в озюкую кисть пока она пропитается пигментом затем тщательно стряхиваю прямо так обстукиваю об эту махровую салфетку и только после этого я уже наношу ложится ровнее нет никаких проблем с растушевкой никаких пятен ничего такого подобного все замечательно и в общем в этот раз отбираю вот этот вот бронзер мне кажется что очень даже приличный продукт ну исходя из того что бронзеры я вообще не люблю и отношение моего бронзером весьма такое специфическое я люблю их покупать и складывать в комод а пользоваться уже не пойми кто будет ладно это все лирика большая разочаровашка толком я не попользовалась помадой от oriflame в оттенке 30 450 это по моему линейка giordani gold такая вот она какая-то розово-персиковая что-то мазнула и бросила в общем я откладываю ее в этот раз может быть отношение сложится наилучшим образом миниатюрка помады от клиник в оттенке 02 так она выглядит она и не покупала она была в подарок приподнесена маркой клиник не помню уже когда и за что в общем вот вроде бы лежит есть не просит но меня последнее время вот увлечение всем этим минимализмом меня что последнее время раздражает когда что-то лежит без толку да в общем вот я буду определяться она мне вообще надо или нет или я отправлю это дело в косметическую зачистку и в общем аля улю что касается тональных основ кладу себе две мини версии у меня болтается вот такая вот штука сиси крем от эрбориан это у меня светлый оттенок по моему клэр называется на кладу и мини версия это обновленная сиси крем от шанель у меня он был но был в старой версии вот я познакомлюсь с новой версии оттенок 30 без ну как правило этому оттенок если говорить о линейке шанель поэтому я надеюсь что мне оттенок этот подойдет и еще один вывод в прошлый раз не пошла мне тональная основа от биленда я говорила что если не пойдет я возьму другую тональную основу я взяла сиси крем от стеллари у меня в оттенке 301 светлый беж в общем попробовала что могу сказать покрытие от легкого к среднему цвет подошел идеально претензий никаких нет никуда не проваливается ничего не подчеркивает единственное что при нанесении может полосить и вот эту вот полоса то есть нужно как-то растушевывать но положение спасает праймер у меня от физишн с формула это вот с экстрактом розы что ли с удовольствием пользуюсь этим праймером единственное конечно какое у меня сомнение насчет него он в общем то не дешевый стоит около 1000 рублей объем большой 30 миллилитров но он у меня почему-то начал загустевать меня это немножко напрягает мне такое впечатление что я не успею его использовать полностью до того как он испортится конечно немного напрягает в общем буду продолжать пользоваться тональной основой вот этой вот от стеллари ну и конечно этим праймером от физишн с формулы консилеры консилеры оставляю две штуки на любой вкус это светлый консилер линейка the one от oriflame и второй консилер светлый это знаменитая вот эта губка от мэйбелин ну чем они собственно говоря между собой отличаются по цвету немножко отличаются мэйбелин чуть темнее но мне оба подходят вот этот или скин от oriflame он такой достаточно легкого него текстуру очень хорошо распределяется но кроющая способность у него конечно ниже чем у мэйбелин тут и говорить не о чем что касается текстуры мэйбелин она какая-то знаете мне напоминает сильно разогретый пластилин то есть пластилин который расплавился вот я не знаю почему хотя ложится хорошо и растушевывается хорошо и в общем то мне все нравится нотка все равно какое-то ощущение что вот какой-то пластилиновый присутствует я в отличие от многих девочек не заморачиваюсь вот на тему вот этой вот губки что ее там помыть нельзя или еще что-то меня вот это почему-то вообще не напрягает наверное такая грязнули вот но нет как тут не колышет мне совершенно да в общем пользуюсь по настроению то одним то другим консилером с учетом того что в октябре не так много дней уже осталось до ноября когда надо будет набирать новую косметичку я думаю что эту под завязку когда-то давно я купила два карандаша для губ от стеллари м в оттенке 01 розово дымчатый розовый вот он и в оттенке 07 натуральный и так они лежат и не спрашивайте почему я не знаю ну вот я их откладываю в косметичку чтобы уже познакомиться с ними поплотнее эта косметичка у меня идет под под я ее собирала под девизом люблю свою старую косметику мой идейный вдохновитель Ирина Вишневецкая и увидела как вернуть интерес к старой косметике в общем-то я стараюсь изо всех сил любить свою старую косметику ну и соответственно использовать ее на полную катушку поэтому те продукты которые может быть и надо было бы уже отправить косметическую зачистку я им даю 2 3 5 45 шансы я говорю сейчас у палетки туфейст гламур туго здесь очень отвратительные тени сейчас я открою такая вот палитра тени просто отвратительные они сыпятся они не пигментированные камера деформирует свет вот этого кажется почти зеленым а вот этот бежевый хотя на самом деле розовый но не суть в общем тени отвратительные пользоваться я ими не могу я пробовала я пыталась но увы и ах здесь есть второй этаж внизу посередине бестолковый блеск рыжий бронзер который в общем то я и так бронзеры не очень люблю а это такой уж оттенок я вообще не знаю куда приспособить только если как тени в общем единственное что мне нравится вот эти сатиновые румяна они нежные они красивые они хорошо смотрятся и моя цель использовать эти румяна и уже избавиться от этой палетки поэтому вот это вот тут максимум который я пытаюсь выводить из этой палетки ну и буду собственно работать в этом направлении по-прежнему я косметичку собираю по принципу минимализма я все-таки сделал для себя вывод что мне лучше использовать меньшее количество продуктов тогда я буду видеть хоть какой-то результат использования своей косметики в качестве карандашей для глаз будет кларанс в оттенке 04 план такой оттенок баклажана или коррозон в оттенке 117 это антрацит цвет и оттенок гренат это шанель да вот карандаш так называется гренат номер 85 это такое наверное не знаю как его назвать-то какой-то виноградно-баклажановый наверное оттенок такой баклажан в красноту отходит вот я думаю уходит я думаю что вот три карандаша это более чем достаточно в общем под завязку продукты для губ нашла у себя еще одну миниатюрку это чаби стик от клиник в оттенке 07 супер страубери это такой что называется потемнее ягодный блеск для губ в оттенке 03 от буржуа такой вот он он просто блеск он без сверкающих частичек вот я не большой поклонник подобных блесков но вот как-то так получилось что я укупила и надо им пользоваться ну и соответственно кладу и еще одна помада светлая это помада с блеском в оттенке 35 466 линейка the one от oriflame вот такой вот он светленький тоже как-то разок мазнула и лежит в общем-то без толку надо пользоваться да что касается теней самое интересное тени я тоже отобрала мало есть у меня вот такая вот плюшка вот живанши трехэтажная самый нижний этаж там была миниатюрка карандаша миниатюрка блеска миниатюрка туши все это давно отсутствует у меня и осталось два этажа верхний этаж здесь располагается пудра и румяна бледно-бледно розовые камера вообще как-то высветляет получается что они прям совсем какие-то белесые на самом деле розовые в общем то все неплохо но для меня единственный недостаток эти продукты абсолютно матовые а я небольшой поклонник матовых текстур от слова совсем ну вот честно мне больше нравятся сатиновые продукты это касается и теней и румян и бронзеров хотел сказать и хайлайтеров да смешно правда вот и пудр я предпочитаю метеориты поэтому насчет этого этажа я плана не строю чтобы там догнать и перегнать я не знаю я в этом не уверена меня больше интересует тени что касается сейчас баночку подставлю чтобы крышка не упала что касается тени здесь в центре 4 достаточно красивых сатиновых оттенка и по краям 3 шиммера розовый серебристый и бежевый серебристый мне не понравился вообще нравится только бежевый и розовый видите такие блестяшки что такое тени живанши они очень красивые привлекательные на сводчах на пальцах в палетке но при этом на глаза они очень сложно переносятся то есть какие-то нужны усилия база под них нужна для того чтобы цветовой пигмент проявился не слишком они сильно пигментированы это мягко говоря достаточно сыпучие они осыпаются по полной программе в общем возишь все это по глазам растушевываешь старательным образом пытаясь довести до ума потом на центр подвижного века я добавляю какую-то из этих блестяшек либо розовую либо бежевую чтобы эту блестяшку набить это надо я не знаю сколько возить кистью и каким образом все это переносить потому что блестки разлетаются во все стороны они где угодно они на кисти они на пальцах они вокруг рефила они на щеках где угодно но только не на веках но вот когда все эти мучения все таки как это сказать перенесены получается вполне себе хороший макияж который кстати говоря держится весь день они не блекнут вот как их нанес вы что из них сумел выдолбить вот то и получилось на весь день и в принципе это настолько красиво что я гораздо готова вернее простить им все их недостатки и буду ими пользоваться пока у меня есть эта палетка вообще конечно в целом приобретение так себе с учетом того что вот эта бандура стоила 88 долларов это конечно я считаю что запредельно дорого и если говорить о повторной покупке я бы конечно покупать не стала и я вот теперь кстати не знаю почему она мне не хочет закрываться а косметичка залезла просто здесь такой замочек сбоку да вот эту вот плюшку надо как-то сюда засунуть да вот я ее запихнула что еще остается еще я кладу себе если мне уж совсем будет скучно с палеткой живанши то будет палетка комфорт зон 738 от wet and wild всем известная многие девочки сейчас ее достают кто снимает видео о косметичках да в общем то все понимают что все как это сказать признают что палетка хорошая но другие палетки как-то затмевают ее мне вот этот оттенок очень нравится очень красиво и очень красиво вот эта коричневая ну а другие палетки затмевают само собой теперь все пальцы грязные в этих тенях не знаешь куда деться от них надо было положить рядом мицеллярку что-то я не догадалась ну ладно в общем если вот наскучит мне живанши то я буду пользоваться вот этой вот палеткой вот wet and wild меня устраивают все оттенки кроме вот этого вот вот этого вот который все так любят а я его вообще не понимаю то есть это какой-то брюхо навозной мухи выглядит как будто глаз подбили вот честное слово я не знаю почему может быть я что-то не так делаю но с этим оттенком у меня вообще никаких отношений не сложилось и что у нас еще остается остается у нас хайлайтер хайлайтер в этот раз я беру от бека у меня мини-версия в оттенке мунстоун вот так он выглядит все время падает баночка что я могу сказать по поводу этого хайлайтера хороший хайлайтер вот прям хороший да не описать как правило про хайлайтеры что говорят либо они видны из космоса либо деликатное свечение а здесь я бы сказала что наверное все зависит от того как наносить если конечно махнуть кистью просто так и по лицу то наверное будет видно почти из космоса а вот если все-таки обстукивать кисть и стряхивать с нее все эти блестяшки то получается вроде как и приглушенное сияние мне очень нравится оттенок мне очень нравится качество этого хайлайтера я довольна что у меня есть этот продукт и в общем то если бы у меня была полноценная версия я бы ни грамма не пожалела ну и последнее что я кладу это метеориты в этот раз вот такая вот банка кажется это какой-то лимитированный выпуск tent rose 01 или же это просто обновленная версия нет по моему все-таки какая-то лимитка была я честно говоря точно не помню в общем ой в этот раз я кладу вот эти вот метеориты так они выглядят метеориты обожаю люблю всегда они присутствуют в косметичке ну вот такая вот косметичка получилась в этот раз попробую не затягивать с ноябрьской чтобы уже так сказать эксперимент был в чистую и в чистую откладывать продуктов я довольна что отложила в этот раз не так много косметики я думаю что это более чем достаточно и я останусь довольна результатами ее использования надеюсь видео было интересным полезным и приятным всем большое спасибо всем пока пока